Здарова народ! Вы на канале Бессмертный Лорд и с вами, как всегда, Серега. В этом видеоролике мы с вами рассмотрим такой тип войск, как Луки, но вы наверное уже догадались по названию. Разберем, каких фамиляров можно использовать и заменить одного на другого, в случае чего. Также разберем, каких героев можно использовать, какой шмот можно крафтить. Разберем несколько вариантов. Первый вариант для тех, кто играет либо фри-ту-плей, либо играет с минимальным донатом. И разберем, конечно же, сеты для депутатов. Поэтому бери себе что-нибудь покушать, наливай чаечек и приятного тебе просмотра. В первую очередь хотелось бы поговорить о том, какой шмот нужно крафтить. Я использую вот такой вот сетап. Это шест змея, корона змея, броня пчелы, сапоги чернокрыла, два кольца могота, кубок и вечный кодекс. Также здесь есть шмотки, которые можно заменить. Шесть змея на разбиватель черепов. Он даст больше АТК армии, но поменьше АТК стрелков. Также можно заменить шлем змея на шлем королевы пчел. Он даст меньше АТК, но больше ОЗ. Также заменить можно одно кольцо могота, если вы не можете скрафтить два фиолетовых. Заменить на островную реликвию оранжевого цвета. И если у вас имеется только зеленый кубок, я вам советую поставить вместо него островную реликвию, потому что она в оранжевом цвете дает 8,4% АТК, а зеленый кубок дает 7,7% АТК, что на 1% меньше, чем островная реликвия. Также преимущества островной реликвии перед кубком. Островная реликвия крафтится полностью из фритуплейных материалов. Это минералы, которые можно найти, собирая руду, платину, которую собираешь в горах, и лозу, которую находишь в полях. Но если у вас есть возможность скрафтить синий кубок, то, конечно же, островная реликвия вам точно не подойдет, так как синий кубок дает гораздо больше, чем оранжевая островная реликвия. Далее. Рассмотрим пачку героев и фамиляров, которых я использую в своей атаке. Я использую следующих героев. Это лидер, у меня стоит дерево, который дает атаку армии и ОЗ армии. Это бумгильда, которая дает 30% АТК. Это лучница смерти, которая дает также 30% АТК. Снежка, которая дает 30% АТК и 50% ОЗ. Далее идет спорный герой. Я использую чаще всего гоблина подрывника, который дает 20% АТК армии. Его же можно и кто-то считает нужно заменить на черную метку, которая дает 50% ОЗ луком. Я же считаю, что мне нужен, конкретно мне, нужен именно гоблин подрывник, который дает плюс 20% АТК. Далее, перейдем с вами на фамиляров. Я использую следующих фамиляров. Это аквариус, который дает минус 15 ОЗ вражеской армии в начале битвы. Это яцек, который понижает ОЗ вражеской кавалерии на 40%. И патрика, который дает 100% АТК стрелков, когда 10% стрелков падет. Также этих фамиляров можно заменить на следующих. Это фамиляр Гном, который собирается из первого пакта. Он в начале битвы увеличивает АТК стрелков на целых 15%. И он не требует слишком много красных сфер. Также есть возможность использовать Чародея, который увеличивает ОЗ стрелков на 80%, на 10 секунд, когда 10% ваших отрядов стрелков падут. Либо использовать фамиляра Хепри, который в начале битвы увеличивает ОЗ армии на 15%. Мы рассмотрели тот сетап, который использую на луков я. Ну, а более подробно с вами поделится информацией Олег Зе Бест. Также хотелось бы сказать отдельное спасибо за то, что он согласился помочь мне показать вам топовых луков и разобрать их максимально подробно. Привет подписчикам канала Deathless Lord. Большое спасибо Сереге за возможность еще раз похвастаться своими топовыми луками. Ну и сегодня на примере моего аккаунта я вам расскажу, как собрать максимально сильных и очень донатных стрелков. Ну, одно без другого, к сожалению, в нашей игре невозможное. У меня луки одни из самых сильных в гильдии ЖВТ. Я даже не побоюсь сказать, что самые сильные. Таких процентов, как у меня, пока еще никто из нашей гильдии не достиг. Ну, все за счет того, что я, пожалуй, единственный, кто собирает вот эти вот баронские камни славки именно на луков. Обычно все собирают сразу на каву, потому что кава все-таки более актуальный тип войск. Луки нам нужны в основном только для убийства кавалерии. То есть заходить либо в кавалерийские фаланги, либо в пехотные фаланги, когда уже пехоты не осталось. То есть в других ситуациях луки будут менее эффективны, чем те же самые кавалеристы или же даже пехотинцы, в зависимости от ситуации. В отличие от других двух типов войск, лукам нужно максимально увеличивать процент атаки. ОЗ здесь уходит уже на второй план, потому что луки единственные, кто наносит урон на расстоянии. И пока вражеская армия до этих луков доберется, луки уже внесут огромное количество урона. И вот на этот промежуток времени ОЗ лукам нафиг не нужно. Поэтому что в шмоте, что в камнях, нужно увеличивать в первую очередь атаку. А только потом уже думать про ОЗ. По шмоткам здесь в принципе все очень просто. Вот так вот выглядит идеальный билд на стрелков. Единственное, что здесь можно заменить, это вот эти вот две шмотки на чемпионские. Но в этом случае вы выиграете где-то 7-8% атаки, что не очень много, а денег вы потратите безумное количество. То есть в принципе те шмотки лучше пускай идут на солянку, а под луков будем использовать именно вот этот билд. Что здесь можно заменить? Так это только, наверное, первую руку на ше-змея, потому что он дает побольше ОЗ, но меньше атаки. Ну и возможно корону на вот этот вот шлем пчелы. То же самое. Здесь будет поменьше атаки, но побольше ОЗ. Кому как хочется. Но я опять же сторонник атаки, поэтому билд мой выглядит вот так. Кубки это, соответственно, идеальные украшения подстрелков. Они чемпионским в плане атаки не уступают. То же самое касается кодекса. Лампа чемпиона дает абсолютно те же самые статы. Ну а здесь уже незаменимые шмотки чемпиона, которые уже очень сильно отличаются в статах от обычных шмоток монстра. Там от той же самой брони пчелы, которую я, кстати, так и не покрасил в оранжевый цвет. Я сразу качал броню чемпиона. Ну и ботинки, соответственно, тоже самые топовые. Если их нет, то только собаки дракона могут как-то вас спасти. В плане камней тоже все очень просто. Получается, в первую очередь собираем обычные камни на стрелков, дающие 20% атаки. Вот эти вот. Далее камни нефритого змея, которые падают очень часто с охот. Ну и камни на ОЗ. Это камни мрачного жнеца, которых, кстати, у меня в сете нет. Я их всех поменял на камни чемпиона. Они, в отличие от камней мрачного жнеца, дают чуть побольше скорости передвижения, а в ОЗ здесь все одинаково. То есть, что там 15%, что здесь. Разница только в том, что тут ОЗ армия, а там ОЗ стрелков. В принципе, под билд стрелков тут разницы никакой нет. То есть, по солянку этот сет использовать, понятное дело, никто не будет. По сету мы вроде бы как все посмотрели. Таланта тут смотреть нет смысла. В принципе, билд один и тот же. Все максимально вкинуто на ОЗ защиту и атаку стрелков. Это получается билд талантов чисто под один тип войск. Остальные два типа здесь не выкачаны. Только немножко от оставшихся очков у меня пошло на кавалерию атака 3. Так, ну и сколько здесь в итоге процентов получается? Давайте смотреть. Кстати, в нашей гильдии есть порты. Вот, в частности, порт на атаку стрелков. Плюс, как вы уже заметили, я нахожусь под титулом барона. Это тоже плюс 10% атаки луков. Вот, и с этим совсем у меня здесь вот такой вот серьезный процент. Почти 950 атаки на стрелков. И это, кстати, не максималка. Можно еще сделать вот так, заменив разбиватель черепов на 6 змея. Ну, потому что здесь чистая атака луков, а там все-таки в основном атака армии. Атаку армии, конечно, тоже стоит учитывать, но чисто ради красивой цифры сделаем вот так и посмотрим еще раз. Вот уже 961,5%. Можно еще, кстати, титул императора попросить. Там, по-моему, то ли 15, то ли 20% атаки стрелков. Я, честно сказать, не помню. Но это уже будет очень близко к 1000. Чтобы сделать 1000, мне нужно собрать еще, вот получается, 5 вот таких вот камней. Даже, наверное, 4. С титулом императора всего лишь 2. И будет уже 1000. Ну, чисто ради красивого скриншота. Вот до 1000 стрелков. Не знаю, кто там добирался, не добирался. Ну, с учетом атаки армии, тут, конечно, будет далеко за 1000. Атаки армии здесь вот такой вот, где-то здесь процент, да. Опять же, возвратим сюда, вернем точнее, разбиватель черепов. И вот атака армии вырастает уже до 340%. Вот такие вот дела. Ну, далее, что еще можно посмотреть? Каких фамильяров я использую под стрелков? Да, вот этот вот момент. Но мы это посмотрим даже проще. Здесь вот выбрав стрелковый дивизион. Значит, я использую вот такой вот состав фамильяров. Здесь из фритуплейных только 3. Вот эти вот довольно-таки дорогие, потому что это фамильяры 4-го пакта, стоят там где-то в районе 660 бриллиантовых сфер, если мне не изменяет память. Это вот супердонатные фамы, там 1600 сфер. Ну и вот он Патрик, который у нас идет за красные сферы из 3-го пакта. Но это, пожалуй, самый сильный фритуплей фамильяр на стрелков. Также под стрелков я раньше прокачивал Пироса, вот когда у меня не было донатных фамильяров, потому что Пирос очень сильный фам под луков. Также есть смысл ставить под стрелков Яцека или Яцека, я не знаю, куда ударение ставить. Это фамильяра с первого пакта, которого я, кстати, не прокачивал. Он дебафит ОЗ кавалерии. То есть, ну, фам такой довольно-таки ситуативный, стоит использовать его только тогда, когда уверен в том, что фаланга у противника кавалерийская. В других случаях фам будет бесполезен. Ну и там такие фамы, как Гоблин, 15% атаки стрелков, Хепри, 15% ОЗ армии, тоже имеют место быть, если у вас вот чего-то в этой пачке не хватает или просто не хватает денег на прокачку этих супердонатных фамов. Так, что еще мы можем посмотреть здесь? Что касаемо распределения войск в дивизионе, тут стоит отметить, это то, что я беру подушку, в данном случае по тысяче Т-2 войск других двух типов, это пехота и кава, плюс к этому тысяча осадок, чтобы была возможность, точнее вероятность того, что у меня не будет полного раствора и выйдут только осадки из какой-нибудь ловушки. Такое происходит довольно-таки часто, поэтому осадки стоит брать, там, хотя бы 4 штучки, но это обязательно. Ну и здесь тоже можно брать не по тысяче, там, по 100, по 4. Ну, я вот просто так захотел. Вот, многие будут спрашивать, почему именно тысяча, да, можно и 3 тысячи взять, 10 тысяч, как вам хочется. Ну, 10 тысяч уже не советую, потому что при этом вы возьмете меньше луков. Ну, а в плане тут распределения Т-5, Т-4, это все по вашему, там, желанию, как позволяют ваши возможности, так сказать, ваш карман. Кто-то будет брать, там, Т-2 стрелков в атаку, кто-то, там, фулл Т-5, может быть, такие есть. Но я беру обычно 60% на 40, то есть 225 тысяч Т-5 войск, там, и остальное, это подушка, которая пойдет в гроб. Вот, на КВК я играю где-то так, 70%, ой, точнее, 70 тысяч Т-4, и остальное, это Т-2, вот, при том, что у меня 60% Т-5 выбраны. На оборонской битве для фарма очков я беру еще меньше Т-5, примерно 1150-170, потому что там есть вероятность словить несколько одновременных атак и потерять в гроб Т-5. Я Т-5 в гроб терять не хочу, поэтому беру на оборонке больше Т-2, вот, пускай они идут в гроб, а Т-5 остаются в живых. Вот, в принципе, тут вроде бы все показал. А, еще герои, да? Ну, в качестве лидера у нас идет герой с универсальными статами под атаку армии и УЗ-армии. Тут может быть как сказочница, так и русалка, так и берсерк, так и, может быть, какие-то другие герои, на ваш вкус и цвет, которые дают атаку армии. Ну, а по героям донатным и фриду плейнам остальным, вот, которые идут чисто на стрелков, картина выглядит вот таким вот образом. Какие тут можно сделать замены? Да, любые. То есть, по вашим возможностям, опять же. Если каких-то героев нет, то в первую очередь ставьте героев на атаку, да, там, Бумгилда, кто еще? Ну, вы меня прекрасно, наверное, понимаете, что эти герои всех вспоминать. Вот здесь особо не разгуляешься, вариантов немного. Вот главное, чтобы герои были на стрелков и давали атаку. Если нет атаки, то там уже какая-нибудь черная метка пойдет в бой. Вот. Ну, в принципе, героев на атаку стрелков тут более чем хватает. Тут есть и вот такая вот героиня, и Бумгилда. Вот, в принципе, они все имеют место быть. Ну, вроде бы, как даже и все. Или что-то еще упустил. Ну, вот, скины замка могу показать. Тут получается всего 5 скинов замка на данный момент существует в игре, которые дают атаку стрелкам. Каждый замок по 10%, вот, при полной выкачке. Пятизвездочные. Замки довольно-таки дорогие. Вот. Есть замки подешевле, которые дают ОЗ стрелкам. Я их, кстати, не выкачивал. В частности, вот этот вот сказочный дворец, да, 10% атаки стрелков. Он, кстати, очень дешевый по сравнению вот с этими. Но, как бы, мне ОЗ не особо-то и нужно. Хотя, в принципе, пренебрегать полностью этим параметром ни в коем случае нельзя, потому что ОЗ это тоже немаловажный параметр. Ну, и последнее, что я хочу сказать, это то, какие построения использовать под стрелковую соло-атаку или под стрелковый сбор. Тут, в принципе, разницы никакой нет. В большинстве случаев я использую кавалерийский клин. Это, допустим, на КВК, когда я захожу в замки, не зная, сколько там войск, то есть иду вслепую. Это тогда, когда я сборю цели на кавалерийских построениях, ну, или же, когда фармлю очки на баронской битве. То есть здесь всегда кавалерийский клин. Иногда ставлю пехотный клин. Это в случае того, когда я захожу, допустим, в пехотную или в стрелковую фалангу и у противника немного войск в передней линии. То есть нужно быстрее пройти вот эти вот два неприятных типа войск и упереться в каву. Тогда пехотный клин вас спасет, потому что стрелки стоят квадратом, и они по умолчанию проходят только два передних отряда в вражеской фаланге и уже упираются в тип войск, идущий за, соответственно, передней линией. Вот такие вот дела. Ну, друзья, все. Спасибо за внимание. Желаю удачи как автору канала, так и всем вам. Всем пока!